Собственно, я тоже начну с истории, не буду заплетать велосипед, а с небольшой истории, которая немножечко подводит к той теме, о которой я бы хотел рассказать. История случилась год назад. Женщина обратилась к нам, женщине не могли на протяжении нескольких месяцев поставить диагноз. Состояние женщины ухудшалось, она не могла уже подняться по лестнице, она лежала дома. Но ей оказывали только симптоматическую помощь, ее не могли лечить, не понимая, чем она болеет. Оказалось, что на руках у нее есть несколько противоречащих друг другу диагностических заключений из нескольких уважаемых лечебных учреждений, и что с этим было делать, непонятно. В итоге мы поставили диагноз, женщина больна лимфомой, наверное, на этом история могла бы закончиться, но она не закончилась. К сожалению, при обращении в следующее лечебное учреждение, лечащий врач, несмотря на то, что были документы, подтверждающие то, что эта женщина больна лимфомой, лечащий врач настоятельно не хотел лечить эту женщину от рак яичников. Он предлагал ей радикальную операцию по удалению яичников. В данной ситуации, при данном заболевании, ну, это преклон женщинного страдания, это как если бы ампутировали ногу или руку, но, к сожалению, никаким образом на выздоровление этой женщины эта процедура не повлияла. К чему все это? Но есть одна причина, как я считаю, которая является ключевой в возникновении подобных ситуаций во всем мире. Это не системный подход к организации медицинской помощи. Для того, чтобы попробовать рассказать, что такое система в моем и в нашем с коллегами понимании, давайте немножечко развернемся в ретроспективную плоскость. Как же была устроена медицина на протяжении последних двух тысяч лет в истории человечества? С того момента, как один человек решил помочь в болезни другому человеку. Ну, безусловно, это было творчество. Безусловно, медицинская помощь, она была скорее эксклюзивом. Это не было массовым явлением. Человек, который занимался этим, обладал большим объемом знаний. Очень часто такие люди были философами, астрономами, но еще и пользовали пациентов. Безусловно, человек, который занимался медициной, в те времена должен был обладать колоссальным объемом знаний. До десятки, иногда даже, наверное, сотни книг. Этот человек имел возможность эфилировать к этим знаниям и имел возможность эфилировать к собственному опыту. Но даже если этот доктор имел многолетнюю практику и собрал большую библиотеку из десятков сотен книг, это все равно был пассивный объем знаний. Объем знаний, которые человек при усердии, при таланте мог постичь. Системы, как таковой, на мой взгляд, не было. Вся система состояла из человека, врача, который принимал решения. Принимал решения на основе собственного опыта и знаний. Успех или неуспех лечения зависел от большого количества факторов, от опыта, от квалификации, от настроя и настроения каждого конкретного доктора в каждой конкретной ситуации. Перенесемся в наш глубокловенный и не очень же 21 век. Век, в котором произошло очень много, очень много чего изменилось за последние 2000 лет. Мы живем в эру, когда распространение информации, оно практически безгранично, когда человечество накапливает опыт в здравоохранении, в медицине на национальной основе. Мы живем в век, когда существует роботоассистированная хирургия, чек-поинт-ангибиторы, иммунотерапия, таргетная терапия, много всяких у них замечательных вещей, которые вроде являются такими прорывами. Повлияли ли все эти научные открытия на сам подход к оказанию медицинской помощи? Или просто у врача стало гораздо больше инструментов, мы теперь знаем гораздо больше болезней, а принятие решения, оно все равно остается на человеке со всеми свойственными человеку слабостями, с тем опытом, который у него есть, или все-таки что-то изменилось? Ну, точно что-то изменилось. Как минимум, две вещи изменились фундаментально. Во-первых, знания. Их стало гораздо лучше. То есть, если посмотреть кривую накопление знаний, медицинских знаний человечеством, то до середины 20-го века она идет вот так. Середина 20-го века она начинает расти в геометрической прогрессии. Сейчас количество медицинских знаний удваивается за 72 дня. Это первый фактор, с которым нельзя не считаться, который скорее даже усложняет ситуацию, в которой находится врач. Второй фактор – это повышение доступности медицины. То есть, если раньше это был такой эксклюзив, как дорогой автомобиль, который имели десятки, сотни, может быть, тысячи людей, то сейчас медицина – это все-таки уже такой конвейер Генри Форда, это медицинская помощь доступна в том или ином виде, в том или ином качестве, но все-таки значительной части населения Земли. В большинстве стран существует национальная система финансирования, здравоохранения, и медицина стала на такую уже, можно сказать, массовую услугу, если те-то не применимы. Стала ли она системой? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я позволю себе, наверное, пару примеров. Первый пример – это, ну, так вот, в сторону, трансплантация костного мозга. Поднимите руку, кто услышал это слово. Ну, большая часть. Я не буду вдаваться в подробности, но трансплантация костного мозга подразумевает уничтожение иммунной системы человека, пациента, для того, чтобы эта иммунная система потом не отвергла тот костный мозг, который мы ему подсадили. Вот представьте, что такое человек без иммунной системы. Ну, это как воин, которого высадили в центр сражения без каких-либо средств защиты, голову и даже без трусов. То есть убить пациента в такой ситуации может все, что угодно. Любая бактерия, любой вирус, любая спора является, с большой долей вероятности, может стать причиной смерти этого пациента. Зависит ли успешность или неуспешность трансплантации костного мозга от гематолога, который, собственно, и организует, и делает этот процесс? Да, конечно, зависит. Единственный ли этот фактор в успешности процедуры? Нет. Успешность или неуспешность трансплантации зависит от огромного количества факторов, далеко не все из них лежат в области медицины. Успешность зависит от того, как организован пропускной режим в больнице, от того, как организована служба питания, от того, как работает вентиляция и какая вентиляция, от того, какие используются фармпрепараты и какие методики введения, от естественной организации медицинского процесса. Это такая лакмусовая бумажка. На самом деле, далеко не все лечебные учреждения, которые хотят или должны делать трансплантацию, далеко не все имеют такую возможность. Потому что невозможно делать трансплантацию, имея в штате хороших врачей. Этого недостаточно. Необходимо создать систему. Из управленческих, из медицинских процессов, из протоколов. Вот это такая лакмусовая бумажка, которая говорит, все ли правильно использовано в лечебных учреждениях. С этой точки зрения, в современном мире врач не является единственной частью системы. Он является ключевой, но не единственной частью. Попробую другой пример. Чуть более, наверное, близкий к земле еще. Если бы вы меня спросили, Леша, оцени вот это лечебное учреждение, только объективно. Не по отзывам своих друзей, или не по отзывам даже в профессиональной среде. Как бы я подошел к этому вопросу? Ну, я бы задал главному врачу этого лечебного учреждения огромное количество вопросов. Как принимается на работу младший медицинский персонал и врачи? Каким образом оценивается их квалификация? Каким образом выстроена система постдипломного образования, и какой роль играет в этом работодатель? Каким образом выстроена система закупки расходных материалов и оборудований? Каким образом выстроена система закупки фармпрепаратов? Соблюдаются или не соблюдаются гайдлайны и международные протоколы? Если соблюдаются, то какие? По каким принципам? Как организована информационная служба лечебных учреждений? Как лечебные учреждения относятся к выбросу подрядчиков, даже таких банальных, как клининговые службы? Как лечебные учреждения относятся к накоплению и хранению медицинских данных? На самом деле я тоже не изобретаю велосипед, задавая эти вопросы. Все эти вопросы, в принципе, существуют в рамках международных систем сертификации, таких как ISO или GCI. Именно такой подход дает понимание о том, правильно ли все в этом лечебном учреждении или неправильно. Вы можете сказать, да черт с ней, с информатизацией и с клиническими данными. Главное, чтобы доктор был хороший. И, в принципе, сейчас все еще в обществе такой подход является основным. Мы выбираем врача, мы выбираем лечебное учреждение на основе отзывов. На самом деле, не черт с ним. Я тоже приведу маленький пример. В рамках образовательного проекта оцифровываются все данные по одному клиническому случаю. Клинический случай – это вот пациент. Пришел, его начали диагностировать, потом начали лечить, получили какой-то результат. Все данные оцифрованы для того, чтобы несколько сотен специалистов по всей стране разобрали этот случай и либо обучились, либо дали какие-то предложения. И оказывается, даже на первый взгляд, просто в результате оцифровки данных, оказывается, что данные не стыкуются. То есть, происходят ошибки в рамках междисциплинарного взаимодействия, когда лечащий врач, который является профессором, который является геопильным лидером в своей среде, неверно трактует заключение рентгенолога. Рентгенолог видит по данным лучевой диагностики регрессию и пишет об этом в своем заключении. А лечащий врач трактует это как прогрессию и, соответственно, назначает новую-новую линию терапии, более агрессивную и так далее. Вот это пример того, что не может быть система построена только на одном враче, каким бы он гениально ни был. В основе этого лежит тезис о том, что врач это человек, это не машина. Врач может ошибаться. И в современном мире, где серые зоны в знаниях о человеческом организме скорее даже увеличиваются, нежели уменьшаются, возможно, доктор ошибается еще больше. Можно сказать, а давайте, вот как в автомобилестроении, да, концерн Hyundai или концерн Toyota, ну, совсем не зависит от каждого конкретного механика. Они создают свои автомобили одинаково качественно, одинаково хорошо, вне зависимости от того, какие механики у них работают. Они создали систему. Можно ли заменить системой врача? Нет. Это невозможно по той простой причине, что о автомобиле, концерн Toyota знает все. Ну, или почти все. О человеческом организме человечество, извините за голову, знает не все, далеко не все. И вот те самые серые зоны в понимании процессов в организме, они не дают возможность полностью алгоритмизировать весь процесс лечения. То есть существуют международные протоколы, существуют гайдлайны, по которым весь мир накопил эти знания, и по которым во всем мире принято лечить пациентов с конкретным заболеванием. Нужно очень хорошо понимать, что гайдлайн это не прямая линия, по которой я должен зайти, не отступая ни вправо, ни влево. Гайдлайн это коридор, по которому доктор идет либо слева, либо справа, либо в припрыжку, либо задомо. И вот как раз вот эти вот серые зоны, они дают вариативность, нельзя алгоритмизировать, к сожалению, весь процесс лечения. Именно поэтому доктор как был, так и останется, по моему мнению, на протяжении еще очень-очень долгого времени центральным элементом этой системы. Но система нужна не только для того, чтобы повысить эффективность всех процессов, система нужна также для того, чтобы помочь врачу. Помочь врачу в том современном мире с огромным количеством медицинских данных, с огромным количеством медицинской информации, с большим, огромным количеством пациентов совершать свою работу. Происходит ли это? И да, и нет. Есть, безусловно, примеры лечебных учреждений, которые выбрали парадигму нетворчества, но производства. Клиника Мэя в Соединенных Штатах. Но, к сожалению, пока это только тренд. Пока это, если уходно, технологическая революция, как я сегодня о ней говорили, она не произошла в здравоохранении. Я приведу тоже один пример. Вот я приводил примеры системы, а вот это пример отсутствия системы. Есть такая сфера, как психологическая диагностика. Ну, наверное, не всем она знакома, хорошо. Но слово биопсия, я думаю, знают практически все. Правильно? Ну, да, нет, да. Да, все знают. Вот биопсия – это хирургическая процедура, цель которой – забрать материал из органа или из нового образования, если речь идет про онкологию. Этот материал выставляют в лабораторию, и там доктор на основе собственного опыта и знаний принимает решение о том, чем болеют пациенты. И он делает это каждый день по десяткам, а иногда даже по сотне пациентов. Он смотрит на стекло в бинокуляр микроскопа, там ни кириллице, ни латинице, ничего не написано. Сопоставляет клинические данные, иммунитет на тип опыта и принимает решение, чем болеют пациента. Ну, абсолютно критический этап, на самом деле, в судьбе пациента. Если это рак, то, пожалуйста, лечитесь. Если это не рак, пожалуйста, идите домой. Не существует никакой машины, которая помогла автоматизированно, стандартизированно сказать – нет, пациент не болен раком, отправьте его к другому доктору или выпишите его домой. Все это до сих пор, несмотря на то, что этот метод появился 150 лет назад, до сих пор это абсолютно не систематизированная сфера во всем мире. Доктор принимает такие решения каждый день по десяткам пациентов в условиях колоссальной вариативности заболеваний. То есть морфологическая классификация онкологических заболеваний – это не 10, не 100, не 1000 даже заболеваний. Это под 10 тысяч заболеваний. То есть представьте, мы взяли все автомобили, созданные за всю историю человечества во всем мире, сняли с них шильдики и попросили автоэксперта сказать, а что это за автомобиль. Создан его в Бразилии в 1937 году или создан его в Иране в 1967 году. Вот примерно в таких условиях работает врач. Это пример того, что одна из ключевых, одна из серьезнейших, сложнейших и критических с точки зрения судьбы пациента сфер в диагностике, она до сих пор является не системой, а пока еще творчеством. Я завершаю и в конце хотел бы сказать пару слов про историю той пациентки, той женщины, о которой я говорил вначале. Чем она закончилась? Спустя две недели женщину начали лечить от лимфомы. Особенность лимфомы, знаете, она в том, что если дают специализированное лечение, таргетированное лечение, то качество жизни пациента очень быстро улучшается. Женщина пошла на поправку, буквально через полтора месяца она вышла на работу, она не излечилась. Это хроническое заболевание, к сожалению, она не излечилась. Она ходит на работу, она приезжала к нам в гости на Новый год, он до сих пор переписывается со своими коллегами, общается. Но для того, чтобы таких историй было меньше, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, необходимо создавать такой системный подход. И открытие пенициллина или внедрение общего наркоза в хирургию, к сожалению, не является фундаментальным прорывом. Фундаментальным прорывом в здравоохранении будет вот такой системный подход, о котором я говорю. Спасибо.